Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. Вегетарианское меню. Цены на продукты, особенно на мясо и колбасные изделия резко выросли. В столице эксперта обозначили причины сложившейся ситуации на украинском продовольственном рынке. Подробнее расскажут мои киевские коллеги. Помидор 20, огурок 20, перец 30. С июля продовольственная корзина подорожала на 11%. По сравнению с прошлым годом мясо, сало и молочных продуктов можно купить в два раза меньше. Мясо, которое я тоже самое летом покупала, в разгар лета, в начале я покупала где-то, сейчас я вам скажу, 70 гривен, сейчас 120 стоит. Печенка стоила 80 гривен, сейчас стоит 130, 140 иногда, смотря какая печенка. Ну, конечно, естественно, приходится экономить. Ну, по продаже в этом году не такой, но так как уже меня знают, понимаете, на рынке, то слава богу, что я скажу, покупают. За год же стоимость продуктовой корзины выросла на 25%. Пока украинцы раздумывают, как и чем запастись на зиму и сколько денег это поможет сэкономить, столичные эксперты указывают на причины подорожания. Главный фактор все-таки роста цен от НДС. С 1 января, ну, опять же, 2017 года у нас отменили льготную систему налогоблажения аграрной продукции. Рост цен на самом деле это, знаете, как механизмы ты где-то перекрываешь, где-то открываешь и таким образом регулируешь. Вот все механизмы были открыты на полную, то есть все, что могло расти, оно росло в цене. Поэтому в данном случае 2017 год считаем потерянным. По прогнозам экономистов, украинцы могут не опасаться существенных скачков цен в ближайшее время. Мол, они и так вплотную приблизились к европейским. Кроме того, импортные продукты могут стать выгоднее отечественных. А это представляет собой потенциальную угрозу для украинского рынка. Ксения Циверко, Юлия Долганюк, Максим Кондратенко, Киев, Думска ТВ. Одесский горсовет расторгнет договоры с арендаторами побережья, которые не следят за порядком и чистотой. Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам экономики и торговли. В ходе проверки было выявлено, что 11 арендаторов не предоставляют бесплатные зоны отдыха для посетителей. Норма будет касаться и тех, кто нарушает правила пожарной безопасности. Напомню, в последнее время в заведениях на побережье Одессы произошло несколько крупных пожаров. В конце июля сгорел ресторан «Хуторок». От огня также пострадал ночной клуб «Пляжник». Дело 2 мая. Прокуратура требует отвод судей. Пресс-служба ведомства утверждает, служители Фемиды допустили грубые нарушения, так как суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об отводе прокурора при отсутствии участников судебного производства. Это в дальнейшем может повлиять на отмену любого приговора. Напомню, дело 2 мая в части событий на Греческой рассматривают в Черноморске. После того, как все суды от Одесской области отказались рассматривать дело участников массовых беспорядков. Одесская особая. Правоохранители накрыли сразу несколько подпольных цехов по производству алкоголя. Фальсифицированную водку разливали на территории Суворовского района Одессы. В ходе обысков было изъято полторы тысячи литров некачественной спиртосодержащей жидкости, тару и оборудование для изготовления фальсификата. В частности, были найдены этикетки с надписями «Одесская особа» и «Брэнди кола». Также правоохранители нашли два травматических пистолета и патроны. Из Одессы отправилось уникальное научное судно «Маренегрум». Ученые из десятка стран исследуют экосистему Черного моря и причины гибели морских млекопитающих. 22 исследователя будут собирать данные о популяции дельфинов и степень загрязнения морской экосистемы. Один из основных вопросов – может ли море самоочищаться? На борту работают семь лабораторий. Есть даже беспилотная подводная лодка для изучения морских глубин. 6 сентября судно еще разойдет в Одессу для передачи в лабораторию части «Проб». Остальные отправятся в разные лаборатории Европы. Самое необычное минирование. В центре Одессы на наличие бомбы проверяли фургон с мороженым. Неизвестный сообщил о наличии взрывного устройства в автомобиле на Пушкинской угол Дерибасовской. Владельца на месте не оказалось. В итоге транспортное средство пришлось вскрыть болгаркой. Вызов оказался ложным. Бомбы в фургончике так и не обнаружили, а сладкое лакомство оказалось безопасным. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. С нами всегда интересно. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!